Хотите узнать, как Дорс появились в моей жизни? Как рождались хиты Light My Fire и The End? Что вытворял Джим Моррисон на шоу Эда Салливана на телевидении? Тогда рекомендую посмотреть первую часть видео о легендарной группе на моём канале. А сейчас The Doors, часть вторая. Погнали! Они собрали удивительный состав. Как у меня случилось знакомство с этой группой. Лучшее соло тысячелетия. Полное ощущение, что это театр. Больше вы здесь не выступаете. Мы больше вас никогда не позовём к себе в эфир. Первый альбом случился. Случился первый успех. И идёт история, уже связанная с чем? Правильно. История, связанная с тем, что они начинают расти. Им нужно как-то вырасти уже над собой. Потому что когда... Понимаете? Многие группы выпускают трек, который называется The End. Всё. Конец. Понимаете? Но это группы, которые выпустят 20 альбомов. И на 21-м, уже потеряв половину состава, в конце пишут трек The End. Ну, естественно, все в зале плачут. Потому что здесь у нас идёт, значит, ретроспектива показов всех тех, кто играл раньше в группе, да помер, не дожив. А здесь трек The End в дебютном альбоме. Как бы стёб над тем, что, ребят, мы всё, что хотели, уже сказали. А зачем тогда второй альбом? А зачем тогда второй альбом? А вот зачем, как мне кажется. Помните, я вам рассказывал, что Манзарак вместе с Джимом гуляли, значит, по берегу? И тогда Джим сказал, что у него есть песня Let's Swim to the Moon, да? Давай доплывём до луны. Это же была песня, которая так и не записалась почему-то на первом альбоме. А почему? Ну, видимо, они, как говорится, не договорились об аранжировке. Потому что, опять же, если вы сейчас погуглите Moonlight Drive в интернете, то версии будут такие, значит, песни этой. Ну, ровненькое всё такое. Ну, по сути, такое как бы полурегги. А во втором альбоме, который называется Strange Days, Странные дни, как раз вот этот Moonlight Drive, та самая песня, с которой началась история Дорс, эта песня сыграна уже совершенно в другом ключе. Какой-то, я не знаю, карнавал. Там ещё барабаны так... Такое, знаете, всё вычурное, странное. И, в общем, конечно, это не тот блюз, о котором говорил Манзаруку на пляже Моррисон. Это такое что-то... Let's swim to the moon. Ага. Let's swim to the... Вот прям слушаешь эту песню в этом исполнении, уже на альбоме, который вышел, и ты видишь, как извивается прямо на сцене в этот момент Моррисон. То есть они ко второму альбому окончательно стали... Помните, с чего я начинал? Театральной группой. В хорошем смысле этого слова. Это не просто музыка. Это, как сейчас говорят, перфоманс. Понимаете? Это перфоманс. И когда ты слушаешь эти песни, даже простая вроде песня... С того же альбома вроде простая песня, и несложная, и аккорды простые, но... Ну вот прям видно, как они сейчас это будут показывать на сцене. И действительно, они... Вот этот... Посмотрите просто обложку с этого альбома, который называется, собственно, Strange Days. Это такие какие-то... Это клоуны. Это работники цирка. И в этом альбоме все и грустное, и смешное перемешано в каком-то таком непонятном карнавале из всего. И это был второй альбом. И здесь уже понятно, что мы больше, чем группа в том плане, что мы выступаем, мы делаем перфоманс. А вы знали, что несмотря на свой бунтарский нрав, рок-звезды имеют довольно простой рацион? Например, Ларс Удрих съедает несколько овсяных оладьев на завтрак и энергии на новую барабанную партию, хоть добавляй. Дэйв Гролл фанат сосисок, а я люблю орешки. Особенно из самоката. Кстати, кроме продуктов, в онлайн-магазине продаются товары для дома и косметика. Одним словом, все, что нужно для комфортного быта. Доставка от 15 минут. И выгодные цены. А в приложении самоката собраны акции на ваши любимые продукты. В выгодной полке, о, тематические подборки, розыгрыши с крутыми призами, скидки на целые категории товаров и уникальные предложения от собственной марки самоката. Хотите побаловать себя? Переходите по ссылке в описании или по QR-коду. И наслаждайтесь вкусными и полезными товарами по выгодным ценам. А по моему промокоду ПУШНОЙ вы получите скидку 150 рублей на первые три заказа от 800 рублей. Что творит на сцене Джим Моррисон? Он уже, конечно, не тот застенчивый мальчик, который отворачивается от сцены. Он реально бросается, извивается, кричит, падает, рыдает. И говорят, что, ну, так считает, по крайней мере, Манзарек, что вообще в Моррисоно вселился Дионис. Дионис – это бог вот всего веселого плюс виноделия, в общем, все вместе, да? Ну, он так считал Манзарек. А сам Джим рассказывал, что он когда был маленьким, он ехал, значит, с родителями, увидел какое-то страшное ДТП. ДТП, как говорит Джим, там валялись вокруг трупы, значит, этих индейцев, которые попали в ДТП. И он, проезжая, почувствовал, как, значит, дух одного из индейцев вошел в него и остался с ним. И на концертах пробуждалась эта энергия, значит, этого индейца. И он там шаманил. И вот это все, кстати, ну, у меня так себе версия, конечно, поменьше. Но вот эти вещи, которые носил Джим, это было как раз связано именно с тем, что он считал, что он немножечко и шаман. Вот и тот индейский. И поэтому у него был такой пояс. На самом деле, как потом давали интервью, когда уже они стали суперпопулярными, давали интервью родители, они говорили, да не было там ничего. Ну, да, было ДТП, да, оно было страшное, да, ребенок, естественно, переживал. Но там не было горы трупов. А мозг человеческий устроен удивительным образом. Знаете, говорят, врет, как очевидец. Ну, вот на себе проверьте. Например, Борис Николаевич Ельцин никогда не говорил фразу «я устал, я ухожу». Никогда. Хотя вы уверены, что так было. Почему? Вот вас спроси, он говорил, все скажут, да говорил, конечно. Значит, погуглите. Фраза «я устал, я ухожу», вот так, как она звучит, не было сказано Ельцином. Но все к этому привыкли. Я сделал все, что мог. Так же и здесь произошло. Видимо, настолько были сильные переживания у ребенка, что он себе представил эти горы трупов после ДТП. И один из трупов как бы встал, ну, в смысле не он, а его дух, и вселился в него, и он с ним жил. Да это я все к чему? Что группа семимильными шагами идет вот к этому своему концертному перформансу. И то, что мы слушали в начале сегодня на кассете, это и была классическая театральная группа. Потому что вот этот вот момент, когда, помните, ну, песня, которая «Unknown Soldier» называется, где вот эти вот все переходики странноватые такие. Потом у нас Что происходит на сцене? На сцене Дэнсмор, сидя за барабанами, начинает играть. В это время Джим стоит возле микрофонной стойки и делает вид, что его привели на расстрел. В этот момент Роби, гитарист, берет вот так гитару и наводит ее на Джима. Соответственно, что делает Дэнсмор? Дэнсмор делает... Как бы выстрел художественный. И Джим не просто, знаете, так как-то театрально падает. Сейчас мы вам покажем фрагмент выступления. Он реально прямо подкашивает, он грухает, ну просто падает на землю, как действительно человек, сраженный пулей. И что самое страшное? В зале звучит смех. В зале звучит смех. Вот в этот момент, как мне кажется, Джим потом часто говорил, я не хотел быть рок-музыкантом, меня не понимают. То есть ты пишешь песню о жизни и смерти, о несправедливости жизни, да? У тебя, ты хочешь своими театральными возможностями, да, они, может быть, не ахтикокеи, но показать ужас смерти, а потом лежа, он берет микрофон, он падает вместе со стойкой и начинает петь про могилу солдата. А в момент падения звучит смех. Потому что люди в этом видят, ха, упал человек, прикольно сделали, смешно. И вот здесь, это был уже третий альбом, кстати, почему-то этот третий альбом сильно захейтили критики, они сказали, что, не, что-то мне как-то не вошло, что-то как-то, знаете, не тот Дорс, отличный альбом. Ну мой самый любимый, я с него, собственно, начал, да, я вам его ставил в начале. Ну там были фрагменты из этого альбома, но выступления. Вот в этот момент Джим стал уставать, как мне кажется, и от публики, хотя он внимание любил. И в этот же момент у Джима начинаются проблемы, конечно же, с чем? Да. Алкоголь и наркота. И то, и другое говно, как вы знаете. Но человек, что называется, слаб. Они продолжают писать еще вместе, но вот, как мне кажется, не на третьем альбоме, которые все захейтили, критики, а на четвертом, на следующем, который называется Soft Parade, вот на этом альбоме я Дорс вообще не слышу. Потому что есть там песня, которую опять написал наш любимый, собственно, Робби Кригер, Робби Кригер, который написал Light My Fire, вдруг, значит, пишет песню. Она называется Touch Me, там идет такой набор, значит, они... Зачем-то они еще позвали оркестр. Come on, come on, come on, come on, baby. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на. И идут какие-то странные перемещения, то есть сначала так, потом так. И все это с трубами какими-то... Припев. I'm gonna love you. Поет Джим Моррисон. Джим Моррисон поет, как Синатра, Как Синатра он поет. Че, это Джим Моррисон, который начинал с такого мощного крика, вопля, вдруг запел как Синатра? На самом деле он всегда хотел петь как Синатра. И говорят, что когда ему выбирали в студии микрофон... Джим, в какой будешь петь? О, вот в этот, в этот буду петь. Почему в этот? А потому что он видел фотографию, где с этим микрофоном был Синатра. То есть Джим Моррисон так аккуратно, знаете, и из Моррисона стал превращаться в Элвиса. Есть запись этой песни Touch Me на телевидении. Вот сейчас мы его включим прямо с припева, где... I'm gonna love you. La-la-la-la-la. La-la-la-la-la. I'm gonna love you. Till the heavens... Ну, видно по Джиму, что он хочет быть Элвисом. Не надо тебе быть Элвисом. Во-первых, он плохо кончил. Ну, хотя Джим тоже. В общем, короче, этот альбом, как мне кажется, был переломным. В том плане, что они ушли от Дорс. Дорс перестали быть Дорзами, они стали петь какую-то дичь вообще непонятную. Да, сложные аккорды, зачем-то эти все, значит, самовары стоят на заднем плане, напрягаются, духовая секция. Но Джим Моррисон уже не Джим Моррисон. Мы видим какого-то не до Сенатору, не до Элвиса и уже не Моррисона. Нам такой Дорс не нужен. Эх, помню, как сейчас прихожу домой, ставлю пластинку Дорс и все. Потеряли меня на целый день. Все дела потом. Мне и сегодня нравится слушать любимые песни на ретро-проигрывателях, таких как этот. Кстати, эта пластинка сохранилась у меня еще с тех времен. А сегодня свою домашнюю коллекцию можно пополнять на дискомаркете. Это маркетплейс по продаже виниловых пластинок, компакт-дисков и аудиокассет. На площадке много профессиональных продавцов и коллекционеров, которые предлагают купить как эксклюзивные раритетные экземпляры, так и современные недорогие издания. Для покупателей удобный онлайн-каталог. Теперь не надо искать пластинки в куче товара между пылесосами, плойками и книгами. Очень просто сравнивать разные предложения одного и того же альбома по цене. А благодаря базе данных по релизам понять, что вы нашли нужный альбом, легко. А еще на сайте можно ввести личную коллекцию пластинок. Дискомаркет, все пластинки здесь. Ссылку для пополнения вашей коллекции оставлю в описании. Но дальше, как всегда бывает в таких случаях, все уже идет не про музыку. Значит, в Коннектикуте, штат такой есть, выступает группа. Джим с девушкой заперся в душе. Ну, казалось бы, нормальная ситуация вообще. Пришел какой-то полицейский и говорит, типа, не надо в душе вдвоем быть почему-то. Короче говоря, полицейский им сказал, расходитесь. Они говорят, мы не разойдемся. Полицейский достал баллончик и прыснул Джиму в лицо. Человеку, который должен через некоторое время выйти на сцену выступать. Полицейский этого не знал. Он не узнал Джима Моррисона в лицо. Поэтому он думал, что это просто какой-то доходяга, который хочет быстро перепихнуться в душе. Он, значит, ему устроил баллончиком все, что он хотел. Джим, естественно, что сделал? Обиделся. Логично. Но потом, когда выяснилось, что это тот самый Джим, что это солист группы, которая будет сейчас выступать, полицейский пришел, извинился, сказал, больше не буду, простите. Вроде мы замяли этот конфликт. Джим выходит на сцену. Идут все те самые песни. Дэнсмор что-то нажимает, там играет у нас, значит, наш Манзарек. А Джим прямо под аккомпанемент своей группы начинает рассказывать эту историю. Прямо в лицах. Что вот я только что хотел, значит, с девушкой заняться любовью, а тогда это было святое дело, цветы жизни. У нас вот-вот, кстати, на носу вудсток. Да, но мне помешали, как говорит Джим, эти маленькие синие человечки. И начинает показывать на полицейских, которые в данный момент охраняют Джима. И он так разошелся в своих словах, что концертик остановили, и Джима немножечко арестовали. И сказали, что больше так делать не надо. Это была первая история. Только начало всего того, что произойдет попозже. Но Джим уже, что называется, почувствовал вот эту силу. И, по-моему, он в этом почувствовал какой-то интерес. Ему просто скучно стало петь песни, где люди его не понимают. Он падает, значит, подстреленный на сцене, а они хохочут. Ну так давайте я буду про другое. Давайте я сейчас буду вас немножко провоцировать всех. И, собственно, звездная история, в кавычках звездная, случилась в Майами. Они поехали кататься по стране. Первый концерт в Майами. Огромный ангар. Убрали все стулья, чтобы что? Чтобы продать побольше мест. Забили полностью под отказ людьми этот ангар. А Джим опаздывает. Джим не успел вылететь. Он уже был немножко не в себе. Короче говоря, прилетает Джим прямо впритык к концерту. Не в себе. Ну, как? На самом деле, концерты у них такие были. И даже Манзарек тот самый иногда просто брал микрофон и пел Come on, baby, light my fire. Ну, своим манзаровским голосом. Ну, а что? Если Джим не может, если он лежит на полу, если он больше петь сегодня ничего не будет. Есть Джим, да? Вот он вот лежит. И он в говно. Значит, приезжает Джим, выходит на сцену. И начинается странная история. То есть, опять, они в итоге сыграли там 4 попытки сыграть 4 песни. У них было? Потому что вроде начинается песня, а потом Джим опять уходит в свои вот эти вот повествования. Он начинает что-то говорить. Он начинает что-то бурчать неразборчиво. Потом он говорит, я одинок. Мне вы нужны. Мне нужна любовь. Потом он начинает говорить, что вы все идиоты. Вы кучка рабов. Он зрителям говорит своим. Вы кучка рабов-идиотов. И тут же он говорит, я хочу любви. Я одинок. Ужасно. У него идет какое-то спутанное сознание. И на самом деле, в общем-то, не зная, чем бы закончилась, если бы зрители наши дорогие не стали бы кричать «Light my fire!» «Light my fire!» Они хотели хит. Это нормально, что группа, выпустившая супер-хит, должна потом его играть по три раза за концерт. Но это не для Джима Моррисона. Джим Моррисон этого не хочет. И он слышит этот запрос из зала. Они кричат «Light my fire!» А он в таком состоянии. И он им говорит, да ладно, вы не этого всего хотите. Я знаю, чего вы хотите. Я знаю. Я вам сейчас покажу. Я этого, естественно, показывать не буду. Но поговаривают, что он достал писюн свой на сцене. При этом до этого была какая-то странная история. Там вообще какой-то сюр. Мужик ему взял и на сцену передал ягненка. Есть даже фотография. Джим на сцене стоит, обнявший с этим ягненком. И вроде когда же, опять же, вроде когда же, он сказал, какая милашка, жаль такая маленькая, а то бы я ее трахнул. Про ягненка. Потом он говорит, вам ничего не надо, вам надо вот что, достает типа свой член. На этом, естественно, концерт резко заканчивается. Выбегают его любимые синие человечки. И Джима вяжут. На сей раз ситуация серьезная. Ему ни много ни мало грозило по уголовному кодексу три с половиной года. Еще раз. Америка, шестидесятые, за поведение на сцене три с половиной года грозило. Странная история. Огромное количество корреспондентов все фотографируют. ни одного снимка, где, собственно, мы видим, что достал Джим. Все говорят, ну, естественно, защищает его группу. Он говорит, ничего такого не было. Вроде как, в какой-то момент Джим встал на колени перед Кригером и, значит, показывал, как он занимается оральным сексом с Робби, с гитаристом. И эту фотографию всерьез рассматривали в суде. И там было, ну, бред какой-то, потому что Джим говорит, я наклонился, встал на колени перед Робби, чтобы посмотреть его виртуозную игру на гитаре. Значит, соответственно, со стороны нападающей в суде было сказано, что ты раньше не видел, как он играет? Он бесконечно долго играл этот уже, значит, соло в твоем присутствии. А Джим говорит, он каждый раз играл по-новому, и поэтому я подошел поближе посмотреть. Бред какой-то. Какой-то бред, значит, все равно грозило три с половиной, дали, по-моему, ему восемь месяцев исправительных работ. И в этот момент мне кажется, что не столько его огорчил сам приговор, я имею в виду Джима, сколько Джим почувствовал вот эту вот историю с границами. Вообще, Джим Моррисон и свобода это удивительная вещь, потому что он всегда хотел проповедовать свободу. Он говорил, что свобода это самое главное, что дано человеку в жизни, и ты должен быть свободным. И он это говорит зрителям, своей аудитории. Аудитория собирается в массу и кричит свобода, свобода. А ты что не кричишь свобода? А я считаю, что ну-ка кричи вместе с нами, сука, ты что против свободы, что ли? Я вообще, ну-ка встань вместе с нами. И они все кричали свобода, Джим, Джим, и он понял, что он им говорит про свободу, а являясь кумиром этих людей, они все не свободны, потому что они за ним идут, куда он скажет. А это не называется свобода. Это называется, что ты идешь за своим кумиром. Какая же это свобода? Кричал он им, они не понимали. И поэтому Джим, когда он увидел, что есть стенка, в которую он уперся, и плюс ко всему, кстати, вот в этом фильме When You Are Strange есть удивительный момент. Когда Джим выступил, якобы достал свой, значит, член на сцене, были прямо такие, знаете, молодые люди, которые записывали фразы, типа, я считаю, что это безобразие, вот когда вырастут мои дети, такое не должно повториться. С этим нужно что-то делать, ведь это отвратительно. Молодые люди, у вас через некоторое время будет Woodstock. Вы там вообще все открыть свое сознание должны были, а вы занимаетесь вот этим. Но в этот момент, мне кажется, произошел перелом не только у Джима, а вообще в стране, понимаете? Дело в том, что этот Woodstock 69-го года, который проходил без группы DORS именно благодаря вот этому вот аресту, а DORS там были бы просто на своем месте, да? Получилось, что что человечество, облизавшись марок вот этих ЛСДшных, или как они там, я не знаю, как они употребляются, но наркотики говно, вот надеясь, что ЛСД откроет сознание и мы все станем просветленными, доказало в итоге обратное. Люди нахватались наркоты и стали преступниками. Да. И именно в тот же момент какой-то ненормальный убил кучу людей. Про это, кстати, был фильм, где снимались наши два любимых, этот самый Брэд Питт и Ди Каприо. Однажды в Голливуде назывался этот фильм как раз про это убийство. И там вот этот вот Чарльз Мэнсон, который думал, что ЛСД ему откроет сознание, в итоге стал просто обыкновенным убийцей, который просто сошел с ума благодаря наркотикам. И даже Харрисон, Джордж, рассказывал, что когда он поехал на Вудсток или уже на какие-то остатки Вудстока, он туда приехал и он надеялся увидеть просветленные лица, а приехал и увидел просто огромное море у тырков. Мы не туда пошли. Наркотики не открывают сознание. Они делают тебя идиотом, полным. Человеком, который не может связать А и Б, у которого нет причинно-следственных связей, у которого нет тормозов, он просто может быть совершенно оголтелым убийцей. Вот к чему мы пришли. И они вроде собрались, и надо писать дальше. И они поменяли продюсера, потому что продюсер старый уже не мог их просто собрать в одном месте. Джим реально приходил пьяный на сессии, не мог ничего записать. И как-то казалось уже все. Ну нет, ребят, давайте мы вернемся обратно к блюзу, давайте мы будем экспериментов делать. Они записали Morrison Hotel. Хороший альбом, блюзовый, такой нормальный, но все равно что-то было не так. Вот после как раз этого альбома они поменяли продюсера, к ним пришел новый продюсер и уже увидел, что нет, ребята в студии работать по-старому не могут. Нужно что-то поменять. И он им сказал, давайте так, просто собираемся как бы в гараже и просто играем. Просто играем. Значит, они собрались в гараже, как рассказывает Манзарак. Я сидел за клавишами. И что-то вот мне делать было нечего. Я вспомнил старую песню. Это такая ковбойская песня. она играется следующим образом. Кто-то куда-то скачет. Почему кто-то куда-то? Ковбой скачет куда-то далеко. И вот, значит, песня звучит так. Что-то там Ну, просто сидит от безделья, поет, значит, манзарак про какого-то ковбоя, который куда-то скачет, скачет, скачет значит, на windy day, ну, значит, ветреным днем. Рядом сидит Моррисон. Моррисон говорит, погоди, 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 погоди. Райдинг, райдинг, на коне скакать. Не, райдинг на коне это фигня. Райдинг Давайте оседлаем шторм. И тут же в голове у Моррисона, вот, кстати, да, что такое талант, когда человек не может в вакууме что-то придумывать. Он сидел просто и молчал, ничего не воспринимал, услышал старую ковбойскую песню про какого-то скачущего, значит, ковбоя, и тут же Райдинг на коне И Моррисон рассказывает, что, в принципе, мы могли бы даже эти слова положить на старую ковбойскую музыку, но получилось бы странно, поэтому нужно было быстро придумать какую-то простую историю, тоже блюзовую, но Уже быстро дописал текст Моррисон. Л.А. Вуман последний альбом, который записали вместе Дорс. Вот с этим Райдинг на коне Даже Манзарак придумал такой басовый ход И, коли уж они решили записать все по-честному, они позвали басиста, Ну, а что Манзараку напрягаться? И говорят Басист, на, сыграй Так басист долго возмущался Неудобный Ну, что так неудобный? А им говорят А что тебе должно быть удобный? Мы это придумали на клавишах мыслив с Манзарак А тебе надо играть на басе Поэтому и тебе неудобный А так, в принципе хорошая партия Тоже вот оно все такое, понимаете Как это назвать? Шаманская, да? Альбом они не успели даже свести Даже свести они альбом не успели Надо было ехать, значит, на гастроли, потом гастроли быстренько закончились. Опять же, там Джим не всегда присутствовал на концерте, в том плане, что он присутствовал на концерте. Его тело было, но петь он не мог, поэтому пел манзарок. Он остался, значит, там, где-то в Европе. Они вернулись что-то досводить. Появилась его подруга Пэм, которая говорила Моррисону. Старик, бросай группу, пиши стихи, ты же поэт, нафига тебе эта группа? И Моррисон в какой-то момент даже говорил, что я ее понимаю, как я мог ходить? Он сам говорит, ходить на фотосессии. Как можно ходить на фотосессии? Это же бред. Себя выставлять как модель, фотографировать? Не, 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 ну как, ну он же, ну Пушкин же условно не ходил на фотосессии. Хотя мы не знаем, если бы они были, может и ходил бы. Короче, Джим вдруг понял, что он поэт. Он хочет выпустить свои стихи в книге. Вот эта вся история с рок-музыкой, с вот этими прыганиями на сцене, это все клоунада какая-то. Мне это нафиг не надо. Я не буду этим заниматься. Но при этом, естественно, он побухивал. И более того, он даже как-то сказал своей подруге Пэм, понимаешь? Во мне живут два человека. Ну, кстати, алкоголики про это хорошо могут рассказать и много знают. Есть Джим Моррисон, вот это я. А есть Джимбо. Когда я выпиваю, Джим Моррисон перестает участвовать в процессе жизнедеятельности, а приходит Джимбо. Ну и все. Когда приходил Джимбо, договориться с ним было невозможно. И ребята остаются сводить альбом LA Woman. А Джимбо вместе с Джимом и вместе с Пэм говорят, нам надо отдохнуть, нам надо набраться сил, вообще прийти в себя. Мы полетели на несколько недель в Париж. И Джим Моррисон в последний раз видит своих друзей, своих одногруппников по Дорс и вообще всех тех, с кем он общался. Он улетает в Париж. В Париже происходит следующее. Джим Моррисон ведет совершенно нормальный образ жизни. Ну как, побухивает, ну и, в общем, сидит. У него с тех пор очень много сейчас появилось фотографий тех времен, где они с Пэм сидят, как такие голубки, знаете, где-нибудь в кафе. Перед ними там пара бутылок пива, какая-нибудь картошка фри. Потом еще какие-то фотографии. Потом, вроде говорят, он стал мучиться, говорит, что у него кашель какой-то появился непонятный. Он пошел к врачу. Врач сказал, что надо не завязывать с бухлом. Видимо, кашель это было какое-то предвестие сердечной недостаточности. Бывает, она так проявляется. Никто про это, конечно, не думал. Но возникает удивительная история. Джим, сидя в одном из заведений, вдруг увидел музыкантов. Они оказались англоговорящие ребята и что-то играли. Ему это так понравилось, а он же принял. Ему это так понравилось, что он решил с ними быстренько что-то записать. Он идет через дорогу в студию, заходит в студию, начинает там типа балагурить. А то, что он был пьяный, это свидетельство именно человека, который был в этой студии в качестве оператора, который там сидел и настраивал ручки, звукооператора. И в итоге, короче, он пытается этих ребят как-то организовать, а они что-то не могут ему подыграть. Он сильно расстраивается. Ну ладно, говорит, фиг с ним. Он записывает песню. Странно, да? Песню он записывает такую блюзовую в до миноре. А до минор, кстати говоря, это самое... Считается самая трагичная тональность. И то, что я играю, обычно играется в до миноре. Я не знаю, мистика это или нет, но, в общем, именно в до миноре почему-то решил записать эту песню Моррисон. Она посвящена... То есть, казалось бы, ты для подруги пишешь песню. Песня называется Orange County Suit. Это... Orange County Suit — это заколка в волосах. Оранжевая. Ну, надо было что-то типа... Оранжевая заколка. Ну, по идее. Но нет. Он пишет следующее. Веселая песенка, да? Конечно, сейчас, слушая эту песню, кажется, господи, да он что-то предчувствовал. Такой тяжелый блюз в таких страшных мрачных тонах. А по тексту вроде все про свою девушку. Пэм. Как же так мы не услышали тогда? Нет. Нет. И еще раз нет. Потом эту запись голоса и фортепиано взяли, собственно, уже участники Дорс. Так же, как в свое время с песней Free Everbird. Они взяли исходник, дописали туда инструменты. И вы сейчас можете найти эту песню и послушать. Но я считаю, что Джим Моррисон в тот момент не чувствовал, не было никакого предчувствия по одной простой причине. Понимаете, когда человеку неплохо, ахо, юхва, он не идет в студию, не садится к микрофону и не начинает что-то играть. Он лежит и смотрит в одну точку. И готов встречать старуху с косой. Понимаете? Все-таки депрессия такая клиническая, абсолютно опасная для жизни, тогда, мне кажется, еще не была у него. Потому что, еще раз говорю, он пришел в студию записать песню. Это желание, это какая-то мотивация для песни и мотивация для жизни. Потом они крепко выпили. Он пришел в номер вместе с ней. Пошел, говорит, что-то мне плохо, пойду, приму ванну. Принял ванну. И наутро она нашла его мертвым. Удивительно одно, что мертвым Моррисона видели два человека. Пэм и врач, который приехал констатировать, по сути, смерть. Все. Больше его мертвым не видел никто. Ну, как, соответственно, похоронили. Кстати, там же в Париже похоронили. Эта могила является теперь местом поклонения Моррисону. Моя подруга Митрофанова была там, кстати, подтверждает. Ты заходишь на кладбище парижское, и тебе сразу говорят, Моррисон там. Моррисон там лежит. То есть уже даже ты пытаешься что-то спросить, Моррисон там. Хотя там огромное количество известных людей похоронено. Все приходят к Джиму. Его видело мало людей умершим. Смерть была внезапная. Хотя, если считать, что все-таки были какие-то проблемы с сердцем, то так оно обычно и случается. Но там нет никакого предчувствия. Потому что если, как я, помните, вам рассказывал в этом выпуске про Квин, я вам рассказывал про последнюю ноту Фредди Меркури, да, которую он записал. И то он сказал, я уже устал, я потом приду, допишу. Он хотел дописать песню. Но он понимал, что он безнадежно болен, и он умирает, и он умрет 100%, потому что той болезнью, которой он болел, она была неизлечима на тот момент. Я говорю про СПИД. Моррисон не был безнадежно больным человеком. Он был просто человек, который довел себя алкоголем и наркотиками. И да, в этом случае всегда бывает, что не срабатывает сердце. Но он не предвидел этого. Он не писал песню последнюю для Пэм. Нет. Я думаю, что он хотел жить как нормальный человек. Потому что он 8 декабря, в свой день рождения, в 70-м году, записал аудио своих стихов. У него была аудиокнига стихов. Потом он в апреле улетел в Париж, и летом он умер. Я не думаю, что человек, который как бы так это предчувствует... Ну, короче, ладно. Это мое мнение. Кстати, вы свое мнение можете тоже написать в комментариях. И по этому поводу мы с вами, наверное, где-нибудь сойдемся, а где-нибудь нет. Что в итоге остается? Группа Дорс – это группа четырех абсолютно разных людей. Если вы хотите понять, насколько разных, есть маленький фрагмент, 20-секундный, вы набираете в Ютубе, значит, Дорс – оккупейшн. Оккупейшн переводится как занятость, да, по-английски. Суть в следующем. Они выходят по очереди, я не знаю, откуда и куда. Человек, встречающий их с камерой, спрашивает. Нейм – имя. Эйдж – возраст. Оккупейшн. Род занятий. И видно, как по-разному они все отвечают. То есть выходит первый участник. Нейм – Джон Дэнсмор. Эйдж – 23 года. Оккупейшн. Барабанщик. Проходи. Вот классический человек, да? Ну, немножко джазист, но так себе. Дальше. Нейм – Робби Кригер. Оккупейшн. Гитар. Гитарист. Ну, день рождения тоже у него там сказал свой возраст, не помню, 20 с чем-то лет. Выходит Манзарек. Очень смешно. Нейм – Реймон Дэниел Манзарек. Он полностью назвал имя. Вот я говорил, что он отличник, да? То есть не просто Рей Манзарек, а Рейн Дэниел Манзарек. Дальше нам говорит – возраст. Эйдж. Тот говорит – Берн. И дальше называет дату своего рождения. Родился такого-то числа, такого-то года. Оккупейшн – занятие. И он говорит там – музыкант, композитор, перкашенист, значит, л-ла. Все, прям вот как будто он реально заполняет анкету. Вот такой правильный Манзарек-отличник. Последним идет Джим Моррисон. Человек ему говорит – нейм. Он говорит – Джим. Не Джим Моррисон. Не там просто Джим. Дальше почему-то он даже не спрашивает его паровоза, что он сразу говорит – оккупейшн. Род занятий. И посмотрите на эту улыбку. Собственно, стоит Джим. Он говорит – его зовут Джим. Какой род ваших занятий? И он смотрит в камеру и начинает улыбаться. И в этой улыбке весь Джим Моррисон. Да ему… Что ты думаешь по этому поводу? Кто будет заниматься? Род занятий? А вы чем занимаетесь? Он против этого. Он просто Джим. И он вот с такой улыбкой вертел все ваши вопросы, понимаете? От возраста заканчивая и начиная и заканчивая и все вот эти ваши там анкетные данные. Джим, конечно, был поэт. Прежде всего поэт. Но посмотрите, какая судьба удивительная. Вот он был поэтом, и рок-музыка сожрала его с потрохами, потому что он был еще артистичный. Эта артистичность тоже от него что-то требовала. Вот представьте себе, ну не знаю, вот Пушкин, Александр Сергеевич, в свое время встречает своего Манзарака. Допустим. И вот они идут по пляжу, и Пушкин говорит – я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Ему говорит Манзарак, слушай, Саня, Саня, смотри, что. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Давай группу создадим, Саня, а? Пушкин бы такой, ну, 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 не знаю, ну давай. Вот интересно, что было бы, если бы на тот момент существовала вот эта рок-культура? Насколько бы Пушкин, например, стал бы исполнителем? Ну, может быть, он бы петь не научился, хотя и Моррис не особенно пел. Но есть принципиальная разница, друзья. Все-таки поэты наши тех лет, как правило, заканчивали жизнь тоже быстро, но на дуэлях. А поэты нынешние, в мировом масштабе, талантливые, поиграв в рок-группах, заканчивают, правильно, заканчивают жизнь в каких-нибудь постелях и ваннах от передоза. Вот в чем разница поэтов. Те, понимаешь, наши стрелялись, а эти, понимаешь, бухают и ширяются. Вот, собственно, разница в поколениях. Остается то, что Джим Моррисон, когда умер в свои 27 лет, а он, кстати, говорил своим друзьям, что вот, смотрите, Дженнис Джоплин умерла, значит, Джимми Хендрикс умер, вы выпиваете с третьим. Ну, это позиция, это такой, знаете, фарс, мне кажется, такая фронда несколько для всех, в общем-то, поэтов, наверное, была важна. Короче, он умер в 27 лет, пополнил этот несчастный клуб, и группа, по сути, развалилась. Хотя они пытались выпускать еще какие-то альбомы, они называли этот альбом и типа «Другие голоса», ну, потому что поет уже не Джим. Они развалились окончательно, потом они пытались собраться. Барабанщик Джон Дэнсмор стал, по сути, тем, кем стал Джон Дикон в Квенах. Потому что Дэнсмор был категорически против, чтобы кто-то выступал под именем Дорс без Джима. И, кстати, там все родственники тоже говорили, что так не надо. В итоге он с ними судился, с Манзараком, я имею в виду, и с Кригером. Они говорили, да мы можем, что, мы же Дорс, ну, подумаешь, Джима нет, ну, все и так помнят. В общем, короче, выступали, выступали, выступали. В итоге в 13-м году Манзарак умер, и уже сегодня понятно, что никаких Дорс уже быть не может. Но Дорзы остались. Дорзы остались у нас с вами. И можно сказать, что теперь... Сегодня это группа, которая не только подарила нам прекрасный текст. Я, кстати, не очень разбираюсь в литературе, тем более в английском. Поэтому, наверное, здесь надо, чтобы кто-то был более талантливый и вам рассказал бы про литературную часть. Но музыкально-вайбовая часть группы, конечно, фантастическая. И мы будем слушать их сейчас. И больше вам скажу. Группу Дорс будут слушать наши дети и даже наши внуки. Потому что то, что они туда положили, то, что они туда заложили в своем вот этом сочетании несочетаемого, это, конечно, очень круто. И это и музыкально, и интересно, и, в общем, про жизнь, и, может быть, даже больше. Так что, спасибо тебе, дорогой Джим Моррисон, дорогой Рэй Манзарак, дорогой Джон Дэнсмор и Робби Кригер. Робби Кригер.